Я это ты Словно яркий метеор, певец Мурат Насыров озарил музыкальный небосклон рубежа тысячелетий. Он был очень разносторонний и очень талантливый, но вот так сложилась его судьба, что до конца он раскрыться не смог. За что исполнитель не любил свой главный хит, сделавший его звездой? Я считаю, мальчик Хочетамбов сыграл трагическую роль в его творчестве. Отдыхать будем? Петь песни громко? Никто не будет скучать? Все будут улыбаться и хлопать? Тогда все будет хорошо. Почему он не смог удержаться на вершине музыкального олимпа? Он был не шоврец. Он, наверное, не мог туда, как говорят, и зубами, и руками врываться. И что толкнуло Мурата Насырова на роковой шаг? Вижу Мурата, который лежит на земле Наташа, который его держит на своих коленках. Лето 1987. В подсобке алматинского ЦУМа разгорается яростный спор. 17-летний грузчик Мурат Насыров отчаянно доказывает своим коллегам, через 10 лет он обязательно станет знаменитым и его покажут по центральному телевидению. Кто бы мог подумать, но амбициозный юноша оказался прав. В мае 1997-го, то есть ровно через 10 лет, он исполнил песню «Мальчик хочет в Тамбов» и взлетел на вершину музыкального олимпа. Вот только принес ли этот успех счастье. Пройдет еще 10 лет, и всех поклонников музыканта оглушит печальная новость. Мурат Насыров погиб, упав с балкона собственной квартирой. Сын звезды 90-х Аким пошел по стопам отца и стал музыкантом. Насыров-младший создал джаз-бенд, где поет и играет на саксофоне. Когда-то отец Акима, Мурат Насыров, тоже хотел, чтобы публика оценила его собственное творчество. Ведь певец не только обладал уникальным голосом, он был талантливым композитором и поэтом. «Анастасия, чья же ты дочь, дьявола или бога?» Ведь у него песни, они были не два прихлопа-притопа. Он даже с самого начала писал такие именно мелодичные, именно музыкальный материал у него был. Насыров так хотел свободы творчества, что на заре своей карьеры даже отказался от сотрудничества с Игорем Крутым. Хотя, казалось бы, начинающий певец о таком предложении мог только мечтать. Вот он такой был. Он так рубил с плеча, не искал выгоды, не искал, как сейчас, лазейки. Сейчас совсем все по-другому. Но судьба сыграла с Насыровым злую шутку. Страна запомнила его как исполнителя незамысловатой песни-перепевки «Мальчик хочет в Тамбов». Я приехал в Москву в 1989 году и долгое время пытался доказать всем, что я действительно достоин того, чтобы быть на нашей эстраде. Но добился реальных результатов, можно сказать, только в 1997 году, когда вышла песня «Мальчик хочет в Тамбов». В репертуаре Насырова эта песня появилась случайно. В тяжелые 90-е людям нужен был праздник, и лирика, которую писал Мурат, популярностью не пользовалась. Его пробный сингл «Это лишь сон» продавался плохо. Пусть дарят цветы радость всем, пусть у кого-то... Как только мы приходили с этим материалом по разным студиям, я, естественно, ездил со всеми, общался, мне говорили, ну, знаете, ну, не очень, надо чуть-чуть вот, чтобы это было попроще, чтобы это больше было народное. Однажды в студии «Союз» Насыров встретил поэта и продюсера Сергея Харина с готовым хитом в руках. Это была русскоязычная версия популярной на Западе песни «Тик-тик-так» бразильской группы «Карапичок». Эту песню, когда она появилась, мы решили отдать молодому исполнителю, какому-то совершенно неизвестному, потому что понимали, что если он круто ее запишет, то для него будет настоящий старт в творческой карьере. Мы показали одному исполнителю, он записал, нам никому не понравилось. На студии «Союз» понимали, что песня «Мальчик хочет в тамбов» не близка Насырову по музыкальной стилистике, и все же предложили певцу попробовать ее исполнить. Мурат ее послушал и сказал, ну, в своем уме, какой мальчик хочет в тамбов, слышите? И я с музыкальным образованием вышел, я его в Гнесинку закончил, и вы мне здесь это предлагаете. Слушай, говорит, ну, спой, тебе что, трудно? Ну, по приколу хотя бы, приколись, знаете. Ну, и вот Мурат одного дубля его спел, ну, чтобы от него уже все отстали. Песня сделала Насырова знаменитым и принесла ему золотой граммофон. Сам Мурат ее не любил, но считал локомотивом, который пробьет дорогу его творчеству к сердцам людей. В то время певец и представить не мог, что этот хит станет для него приговором. Еще до того, как Мурат Насыров стал звездой, его голос был известен миллионам. Миллионам юных телезрителей, популярных в то время диснеевских мультсериалов. В начале 90-х молодой певец подрабатывал на телевидении. Именно он так ярко исполнил вступительные песни в «Утиных историях» и мультдетективе «Черный плащ». А вот сам Мурат в детстве слушал совсем другую музыку. Он рос в многодетной уйгурской семье, где стиле традиции своего народа. Его отец, хоть и работал таксистом, был человеком музыкально одаренным. В свободное время пел песни, аккомпанируя себе на народных инструментах. В такие моменты Мурат всегда находился рядом и буквально ловил каждый звук. Голос отца Насыров записал, когда уже став звездой, приехал в родную Алма-Ату. Всю жизнь он испытывал чувство вины, ведь мечта о сцене заставила нарушить уйгурскую традицию. Как младший ребенок в семье, Мурат должен был жить в доме родителей и заботиться о них. Кстати, одна из мотиваций была его, чтобы и музыку красивую писать, и быть таким цельным на сцене. И, может, высокопарно прозвучит, красивым на сцене, чтобы папе было за него не стыдно. Восемь лет у него появилась гитара. В старших классах пластинки Битлз и Пинк Флойд. Западные хиты юный Мурат исполнял так умело, что все друзья прочили ему карьеру суперзвезды. Насыров видел себя только в творчестве. И после армии отправился в Москву штурмовать знаменитую Гнесинку. Я уже не помню точно цифру, которую нам называли, но порядка от 40 до 70 человек на место было в Гнесинку. Тогда уже обратил внимание на Мурата. Он как бы яркий был человек, восточный и энергичный. А вскоре к Мурату Насырову пришел первый большой успех. Он завоевал гран-при всесоюзного конкурса молодых исполнителей «Ялта-91». Конкурсанту из Казахстана судьи единогласно выставили максимальные 12 баллов. Он победил, потому что у него харизма, он необычайно музыкальный, он пластичный. У него комплекс достоинств. Он необычный. Таких у нас нету и не будет, я думаю. Но за успехом «Ялта» последовал холодный душ. Продюсеры начала 90-х не нуждались в самобытных талантах. Ведь гораздо проще иметь дело с безликими и послушными, а хороший голос заменить фонограммой. Ну, казалось бы, ну вот, берите человека, готовая, там, как принято говорить, звезда, да, делать. Нет, вот лучше, там, три кусочка колбаски или еще там что-нибудь. Ну, вот, как бы, зато ручные, зато вот здесь у ноги, что сказали, то сделали, а то еще и несколько составов сделаем под одну фонограмму. Такое время было. У Мурата Насырова появилась цель – самому заработать деньги на первый альбом. Несколько лет без выходных он выступал в ночных клубах, иногда вместе со своими соотечественниками из группы «А-студио». С именем ее музыканта Баглана Садвакасова впоследствии будет связана трагическая гибель Мурата. А тогда он стал его лучшим другом и познакомил певца с начинающим продюсером Арманом Давлетяровым. В самом начале, или я приезжал к нему домой, он садился за, у него в съемной квартире была рояль, стояла в квартире, он играл на ней, мультицировал, и вот я выбирал, кстати, это классное, давай вот ее запишем. Это чуть позже, это нужно доделать. И он слышал. У Армана Давлетярова было то, чего не хватало самому Мурату. Чутье на песни, которые понравятся публике и студиям звукозаписи. Способности продюсера и таланта исполнителя вскоре сделали их тандем одним из самых успешных в российском шоу-бизнесе. Что может сделать известного исполнителя еще популярнее? Его роман с другой звездой. Эту формулу успеха решил применить один из ведущих продюсеров конца 90-х, Александр Иратов. Он раскручивал свою жену, певицу Алену Апину, и предложил Мурату Насырову составить с ней дуэт. При этом активно подогревались слухи отношения Насырова и Апина не ограничиваются только сценой. Доказательством, чему служили постановочные фото и видео в прессе. Мурату, конечно, приходилось подыгрывать. Законы шоу-бизнеса заставили его переступить через себя. А ведь на самом деле, вся его жизнь и творчество были посвящены лишь одной женщине, жене Натальи. Слухи о романе Насырова и Апиной были настолько правдоподобны, что в них поверили даже в окружение Мурата. Я далека была от всех этих шоу-бизнесовских фокусов. Я же начала на него ругаться, кричать. Он рассмеялся, говорит, «Наташа, ну успокойтесь, это пиар». Я говорю, ну слава тебе, Господи. Я говорю, с этой Апиной изменить Наташу? Я говорю, да зачем я тебя тогда вообще учила? Он говорит, ну не ругайтесь, это пиар. У дуэта Насырова и Апиной был ошеломительный успех. Программа «Электричка в Тамбов» собирала полные залы по всей стране, а их совместная песня «Лунные ночи» взлетела на вершины хит-парадов. По иронии судьбы, она тоже оказалась перепевкой. Оригинал голландская группа «Тич ин» исполнила на Евровидении 75-го года. Это люди разных творческих устремлений. Алена Апина, она неплохой артист, ну вот это вот как раз артист вот той плеяды начала 90-х фонограммных вот этих вот чёсов многодневных, многоконцертных. Насыров это был человек такого живого концерта, большой творческий человек. В том, что дуэт распался, была еще одна причина. Изображать роман с другой женщиной Мурат больше не мог, ведь дома ждала его единственная любовь – жена Наталья с маленькой дочкой Лией. Они познакомились во время учебы в Гнесинском училище. У Натальи был хороший голос, но она отказалась от карьеры, чтобы посвятить себя мужу и детям. А Мурату ради их любви снова пришлось идти наперекор семейным традициям. Кто-то простит, кто-то поймет, Но от меня любовь не уйдет, И на песке размытом волной Я напишу образ свой. Понимаете, она другой религии, у него семья мусульманская, И он, конечно, долго по этому поводу переживал, потому что он не хотел своих родителей каким-то образом расстроить. Из-за этого несколько лет Насыров даже скрывал от родных, что у него появилась любимая женщина. Он уже сообщил об этом, когда у них родилась дочь. Вот приезжали родители, я помню, папа и мама в Москву, и, значит, благословили их брак. Мурат Насыров обожал свою Наташу и посвящал ей все лирические песни. Самая известная из них «Я – это ты» родилась, когда певец хотел попросить прощения у любимой. Я – это ты, ты – это я, И никого не надо нам. Все, что сейчас есть у меня, я лишь тебе одной отдам. У них с Наташей произошел конфликт. Значит, ну, в каждой семье бывают такие конфликты. Я не знаю просто, что, из-за чего. Наташа уехала к себе, значит, к родителям. Он остался в Москве. И вот эту песню он написал буквально там вот за какой-то час. «Я – это ты, ты – это я, и никого не надо нам. Все, что сейчас есть у меня, я лишь тебе одной отдам». В 98-м году вышел второй альбом Насырова «Моя история». Он стал более кассовым, чем первый, ведь состоял из песен, которых зрители ждали от исполнителя хита «Мальчик хочет в тамбов». Мелодии в стиле латину. На этот раз певцу удалось умерить свои амбиции. «По мне южная ночь, и целуй меня в уста, ботиканская дочь, ботиканская мечта». Но даже пытаясь соответствовать стандартам поп-музыки, Насыров выделялся на фоне остальных. Я помню, значит, он выходил на сцену, значит, и начинал голосить так, что зал просто ходил ходуном. После него выходили артисты, которые работали под фонограмму, и был, конечно, такой контраст. Подходили ко мне и говорили о том, что, слушай, ну ты своего-то угомони, ну, что это такое. Открытый, ранимый, но всегда со своей позиции Мурат Насыров так и не смог стать своим в непростом мире российского шоу-бизнеса. В 2000 году в жизни Мурата Насырова произошло важное событие. Родился сын Аким. А еще вышел новый альбом, чье название «Все это было не со мной» звучало как чистосердечное признание звезды. Ведь чтобы удержаться на вершине музыкального олимпа, зачастую приходилось делать то, что ему было чуждо. Мурат устал носить маску. Все больше времени он проводил с женой и детьми, находя в семейной идиллии вдохновение для творчества. Посвящением любимому сыну стала новая песня «Мой маленький мальчик». Но в отличие от мальчика из Тамбова, популярной она, увы, не стала. Мой маленький мальчик Пушистый казачий смеется и плачет «А что это значит?» Те, кто знал, каким любящим отцом был Мурат Насыров, никогда не поверят в версию о его самоубийстве. Певец жил ради своей семьи. Как-то я была дома, он позвонил, рыдает. Я говорю, что ты рыдаешь? У Акимова что-то вот с глазиком. Я говорю, господи, боже мой. Ну, вылечит глазик твоему Акиму. Плачет. В 2003 году у Насырова умер отец. Потерю близкого человека певец переживал очень тяжело. Считал, что так и не успел стать достойным его сыном. В память об отце он создал альбом уйгурских песен под названием «Остался один». Настоящее произведение искусства, но совсем не рассчитанное на широкую публику. В шоу-бизнесе Мурат Насыров тоже остался один. Продюсер Арман Давлетяров с его чутьем на хиты ушел в политику. Певец продолжал создавать песни, но отклика у слушателей они не находили. Звезда Насырова начала тускнеть. Люди ждали другого певца, того, которого они видели в клипе, того, кого они слышали на «Мальчик хочет тамбов» или «Лунные ночи». Но это же было ему не родное, чуждое. И в итоге он начинает делать ту же музыку, которую он и любил изначально. А народ скучает, ему это не хочется. Сильнейшим потрясением для Мурата стала гибель лучшего друга. В августе 2006-го музыкант А-студио Баглан Садвакасов попал в Москве в смертельное ДТП. Певец надеялся, что творчество поможет выйти из подавленного состояния и часами пропадал в домашней студии. В последние дни своей жизни он работал над песней «Ромео и Джульетта» о преданности, нежности и любви. «Ромео и Джульетта» за окном таял снег. Где же ты сейчас, мой самый близкий человек? На вопрос, что же случилось в ночь на 20 января 2007-го года, точного ответа нет до сих пор. Одетый в концертный костюм, Мурат Насыров выпал с балкона своей квартиры на пятом этаже. Я, естественно, прыгаю в машину, приезжаю туда, и вот вижу Мурата, который лежит на земле Наташа, которая его держит на своих коленках. Официальная версия трагедии – самоубийство. Но друзья Мурата убеждены, он был верующим человеком и на такое пойти не мог. То, что произошло, это скорее временное помутнение рассудка, вызванное душевными переживаниями. Став заложником одной песни, Насыров не мог смириться, что его истинный талант оказался никому не нужен. Да, может быть, он бы не заработал столько денег на своих песнях, которые он заработал на «Мальчик хочет тамбов». Но, может быть, скажу громкие слова, но я считаю, что если бы вот эта история не произошла, я думаю, что он был бы жив. Друзья Мурата Насырова уверены, свою главную песню он так и не исполнил. С его потенциалом талантливый певец был способен на большее, но проиграл, решившись пойти против суровых законов шоу-бизнеса. Зато в этой борьбе он сохранил главное – остался собой. Мурат Насыров ушел, когда ему было 37 лет. Как и герой той песни, что сделала его знаменитым, он так и остался мальчиком, открытым, искренним, не похожим на других и до конца продолжавшим стремиться к недостижимой цели. Но время доказало, что Насыров был прав. Песни-перепевки ушли в прошлое. Сегодня они звучат как эхо эстрадной моды конца 90-х. А то, что создавал сам Мурат, стало классикой. «Я это ты» и «Кто-то простит». Эти песни исполняют на конкурсах восходящей звезды эстрады. Их по-прежнему включают влюбленные, когда хотят признаться в своих чувствах. И главное – они не потеряли способности проникать в самое сердце. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok